Я вас категорически приветствую, дамы и господа, Юрий Николаевич и Антон Алексеевич. Короче, ты у меня в гостях, мы сняли пиво, ты прислал свое из Башкирии, а я решил тебя в Питере напоить странным крафтовым пивом. Поэтому я сейчас не выставил, я буду специально просто рандомно доставать по одной баночке и будем это пробовать. Я, кстати, что-то из этого вроде бы даже пил. Ну давай я просто опускаю свою руку. И первое, что у нас сегодня будет, это пивоварня Брюфикшн. Надо, наверное, фотографии будет делать и вставлять. Короче, Брюфикшн это пивоварня, которая принадлежит миру бутылочного пива. Это которая Бёрнинг, это которая Бэт Брю Аниме Девочки, это все одна пивоварня. Ну, точнее, один владелец, у них несколько брендов, еще есть медоварня, называется Фейбл. Вот там еще Дискавери Брю, короче, у них где-то 5 плюс брендов точно есть. Короче, что у нас здесь написано, фиш, брос, я не знаю, что такое Веджет Пил Брайн. Это, короче, соленые маринованные овощи, ненавижу, когда пишут по-английски. Какие-то специи, бальзамический уксус, черный перец, чеснок, кориандр. Я не знаю, что они по составу написали. Вода, солнечный, светлый, пшеничный, рассол, бульон рыбный, смесь специй, хмели продукты, дрожжи пивные, бензоат натрия, сарбаткалия, чтобы не взрывались банки. Ароматизатор пищевой, алкоголь 5,5. То есть это по-настоящему со вкусом рыбы должно быть? Ну должно. Я до этого пил со вкусом рыбы одно пиво. Это было пиво канала ТБП, это было в Устерширске, оно было мерзкое. Оно прям просто отдавало маринованной килькой и все. Мне оно не понравилось. Выглядит красиво. Да, просто у них всегда одна и та же газочная база идет, она всегда вот так выглядит одинаково. Аниме-девочки у них в принципе неплохие. Кстати, где-то вдалеке рыба чувствуется. Да, пахнет прикольно. Типа знаешь, рыбный суп, но кислый, будто щи с рыбой какие-то напоминают. Пахнет мне так плохо. Но единственное, у них всегда вот эта вот газочная база, она квашеная капусты отдает. Тут еще это к месту. Но когда у них классическая газаха так пахнет, ой, оно кстати старое, оно в феврале сделано 23 года. Не, ну пахнет хорошо, мне нравится как пахнет. Я бы такое с удовольствием попробовал. Вот тебе выбилась возможность. Ну нормально, кстати. Немножко рыба дает кислое. Рыба где-то совсем далеко, но солененькая, кисленькая. По-хорошему кисло, слушай, это не как будто что-то забродило такое, да, что бродить не должно было. Ну оно больше на рассол из квашеной капусты прямо похоже. Ну, в этом пиве это нормально, но обычно у них чистая газеха с такой же базой. Она тоже квашеной капусты дает, и вот это не к месту. Здесь нормально, это будто реально какие-то квашеные щи. Не, это хорошо, это очень легко пьется, то есть и алкоголь здесь абсолютно не чувствуется. Как говорит, кстати, у меня кусок дрожжей плавает вон там, ну это ладно. Как кто-то говорит, что это похмельное пиво, но для кого-то из похмелья я бы выпил, не знаю. Говорит, что это кал, не сказал бы, нет, нормально. Мне нравится, можно вполне себе как какую-нибудь Бельгию дорогую посидеть, посмаковать. Нет, как Бельгию дорогую, Бельгия дорогая, это все-таки другое, но как кислую газеху с добавлением рыбного соуса нормально. Реально как будто, вот у меня ассоциация щи с рыбой. Не, ну я в том плане, что не залпом это пить, а смаковать, а посидеть, попробовать. Я еще иногда так, ну, всякие кислые сауры, ну, не Бельгию, хотя иногда Роденбах классик заходит, неплохо, короче, когда посидел, ну у меня когда стримы, попил пиво, и последнее пиво пьешь кислое, как будто как-то легче становится, что ли. Да, да. Нормально, короче, не разочаровало, я просто не буду чуть-чуть допивать, там дрожжи у меня плавают, поэтому не хочу, на дне, скорее всего, их будет еще больше, но... Да, у меня тоже. Нормально, я, кстати, думал, будет хуже. И еще выделю плюс, то, что пиво старое все-таки, ну, февраль, пиво 8 месяцев. Нет, хорошо. И оно не испортилось, ничего еще. Ладно, я вот это пиво для себя спалил, следующее, Бернинг Брюлли. Сухарики с лисичками, глазами. Я это пил, кстати, я помню, я с Лехой пил это, и холодец хреном. Там, кстати, мне казалось написано версия 2, но нет, не написано. Но здесь мое мнение, наверное, будет играть не особо важную роль, потому что я грибы терпеть не могу. Но могу. Это сухарики с грибами. Настоящих грибов там, скорее всего, нет, потому что Бернинг где-то надыбали в свое время вот этих химозных специй для сухариков и так далее, и бахают во все пиво. Я видел на Озоне, кстати, продавались там типа специи, холодец, хорейон, специи, бекон и так далее. Вода, понятно, светлый пшеничный солода, томатный соус, комплексная добавка, глюкоза, мальтодекстрин, соль, усилитель вкуса, аромат, ароматизатор пищевой, хмели продукты, дрожжи, бензоат, натрия, сарбат калия, ароматизатор пищевой, 14 плотность, 5,5 алкоголя. Кстати, у этого 100 пудов то же самое будет, потому что база у них одинаковая. Я такую плотность не вижу. Ну, алкоголь 5,5. Ладно. А, еще, кстати, скорее всего, оба пива, вот это точно 0,45 объема, то, наверное, должно быть тоже, потому что производитель это один и тот же по факту. Даже можешь там глянуть. Плотность не написана нигде. Нет, 14, вот. А, есть? Внизу. А, да. Потому что база у этого пива одна и та же. Ну, тут видно, если найти, сейчас скажу, вот производитель 30-й меридиан, там, скорее всего, перевернешь, потому что стиль одинаковый. Да. 30-й меридиан. Ну, это один производитель, у него просто разные бренды. Есть. Кстати, а это банка 0,5. Валя. А это 0,45. Ну, вот это вот пахнет, мне не нравится, как пахнет. Химозно? Не химозно. Не знаю, пахнет вот сухариками или чипсами с лисичками в сметане. Вот такая же химозная специя. И что-то есть. Слушай. Не, не знаю, обычная химозная специя. Я не знаю, можно ли говорить это на видео, но запах такой, как будто бы зашел в общественный туалет, и там недавно кто-то покакал так смачно. Не, не знаю. Ну, я сегодня был в туалете, но у меня пахло не так. Не, это просто химозная, плюс еще томатная база. Единственное, я не понимаю, почему они это накладывают на томатную базу, потому что на вкусе химозные специи, а потом легкий томатный привкус. Вот это странно, я вот не понимаю, зачем это делать. Томатная база не ложится как-то, почему в конце томат я чувствую, это же можно было наложить вот на эту базу. Для нашей вестисти? Для помидора. Ну, хз. Вкус лучше гораздо. Да, нормально. Химозная, ну, мне соли не хватает. Как будто и кислоты. Химозный вкус. Глутамат прям чувствуется, он раздражает аж рецепторы на языке нормально так. Не хватает соли и кислотности. Вот то было соленое, яркое, кислотное. А учителя вкуса позначено есть? Я бы сказал, вот тут очень много. Это как, я вот люблю, когда ешь сухарики, топовые сухарики, три корочки, холодец, хрен. И бывает та, на которой очень много специй, ты ее ешь, и вот это как будто это пиво. Вот это сухарик, который обвален в большом количестве специй. Да. Короче, это химоза. Плохим я это не назову, это пиво на один раз. Для меня это второй раз, я понимаю, что уже не так интересно. Да нормально, я бы не ростовый сливок купил, опять же. Я тоже, но на один раз. Да, да. Это интересно попробовать. Ну, потому что берешь, вау, сухарики с лисичками в сметане, что серьезно? Я помню, когда ты ел емеля или еще какие-нибудь кирьешки с таким вкусом. Ну, для меня такое пиво, ну, знаешь, вот ты когда шашлык готовишь, да, с шашлычком потом вот это вот попить, вот оно самое то. То есть это для запивания еды какой-то, мяса. Я бы шашлычку лагер выбрал бы. Вообще, в целом, под любое, там, жарить шашлык лагер, есть шашлык лагер, ну и водка потом уже, наверное. Ну, в целом, что-то крепкое. А так, типа, нет. Вот это пиво просто, ну, по приколу попить. На серьезке такое брать, там, не знаю, все три банки ты бы стал? Нет. Ну, вот я про это и говорю. Условно, там, какую-нибудь крафтовую паху, нормальный саур какой-нибудь, не знаю, стаут. Можно взять в количестве нескольких банок. Даже не в плане сегодня все это выпить, сегодня там, на потом себя ставить, чтобы второй раз в крафтовый магаз не идти. А это чисто разовое пиво. Оно нацелено на такую аудиторию, которой, мне кажется, это пиво еще покупают люди, которые не особо фанаты крафта, но они видят это. Они такие, блин, я хочу это купить. Пиво со вкусом сухариков, где еще попробую? Это в магазе охота крепкая стоит, а это другое, вы не понимаете. Слушай, а по большому счету вот этих людей, которые любят крафт, их же не так много. Вот опять же, по вчерашнему опыту, зашел вот этих же девчонок, взять анимешных, народ берет разливуху. А это какой магазин был? Слушай, не помню, это не хмель и солод. Ну я понял, короче, не, ну понятно все-таки. Пивточки? Ну да, пивточек, скорее всего, есть. Короче, не, понятно, разливуху, как раз-таки вот эти точки, они в основном зарабатывают на людях, которые берут разливуху. Это так, еще дополнительную аудиторию иметь, чтобы условно, это знаешь, как есть табачки, где продается там табак для самокруток, сигареты и вейп. Вот типа они просто все категории решили, чтобы они к ним ходили. Вот и там есть разливуха, есть те, которые будут покупать это. Как один раз, прикольно, вкусно, но у меня до сих пор во рту, будто я кубик бумаги съел с глутаматом. Очень яркий. Да, но в любом случае это не противно, это вот серьезный показатель. Да, а что, химозные сухарики противные, нет, вкусные. Блин, кстати, мне интересно, это пиво, наверное, забавно пить, знаешь, делаешь глоток этого пива, глоток лагера. Как сухарики ешь с пивом, а тут пьешь и пьешь. И закусываешь сам. Да, наверное, забавная штука. Сейчас я точно буду не смотреть, потому что это я просто смотрю. А можно, кстати, попробовать? А мне нет сухариков. А, нет, слагер, слагер. Там тройка недопитая. Ой, вот это я, кстати, видел в интернете. Так. Я пока расскажу про следующее пиво. Это пиво от Аляски, написано «Американский бургер». Кстати, у них стали прям этикетки отблескивающими радугой, прям полноценной. Ну, а еще радуга у нас запрещена, если что. Мы как бы ее не одобряем. Ну, ладно, короче. Ну, скорее всего, совпадение. Да, я шучу. Ну, понятно, это просто специальная этикетка такая сделана. Не знаю, на камере видно или нет. И что, и как. Хотя, может быть, и нет. Сейчас попробуем узнаем. Не, я про сочетание. Да, нормально. Ну, ладно. Прикольно. Я, короче, надо брать «Балтику-3» к этому повторному. Алкоголь 6,5. Американский бургер. Пивоварня «Аляска». У них вот линейка «Кухня мира». Ну, это значит «Нас Америка». Не знаю, расписали они состав. Напиток номер 15. Вода. Пшеничный, ячменный, понятно. Говяжий бульон, томатная паста, соус барбекю, перец халапеньо, горчица, уксус, укроп, петрушка, черный перец, хмель, дрожжи. У тебя, кстати, аллергия есть на что-то? Нет. А, все. Вообще не на что. Я просто только сейчас додумался до этого спросить. Я хотел, когда еще пиво пил. Потому что, ну, бывает люди с аллергией. К счастью, ни на что. У меня вроде тоже ни на что нет аллергии. Я хотел взять, короче, томатную медовуху от «Степи ветер». Но, как бы, я сначала подумал, вдруг у тебя аллергия есть. А потом подумал, я ее не буду брать, я ее пил, она невкусная. Я не хотел брать то, что я знаю, что это невкусно будет. Специя, скорее всего, какая-то. Слушай, а говяжий бульон у них, интересно, какой типовой маги? Нет, есть же концентрированные жидкие всякие бульоны. Доширак такой продает. Нет, есть уже доширак в сухом виде. Я знаю, в метры продаются бульоны, концентраты бульона. Кстати, пахнет реально, как какой-то суп. Но немножко с глутаматом. Из всего того, что он попробует, больше всего пахнет пивом. Ну, я бы сказал, это пахнет менее химозно, что ли. Очень ярко барбекю пахнет еще. Ммм, ну здесь, да, здесь вкус дошик очень сильный. Соли мало только. Мало? Мне соли мало. Может, просто предыдущая была очень соленая. Ну, кстати, прикольно. Да, это интересно. Я бы даже сказал, это пока самый вкусный. На барбекюшности очень сильный вкус. Но это неплохо. Ну, типа, бургер подчеркнуть, типа, дает вот эта копченость какую-то легкую, дает, ну, как будто он вместе с бульоном дает реально мясную какую-то составляющую во рту. Есть ощущение, что я пью бульон какой-то прям. Мне чуть соли не хватает, только говорю. Послевкусие прикольное пиво остается. Он реально похоже на какое-то, вот, не знаю, что-то мясное с томатным, с барбекюшным, со специями. Для бургера только вкуса булки не хватает и все. А так реально вкусно. Вот это самое вкусное пиво Аляска. Прикольно. Я пил разное пиво из вот этой линейки кухни мира. Не все было вкусное, но неплохие версии там есть. Я помню еще, когда был в Москве, делал обзор на пиво для Беру выходной, сети, которую они делают, свое, типа, фирменное. Там было с Аляска, итальянская, со вкусом пицца очень хорошее было прям. Не, ну, это хорошо, действительно. Меня что удивляет, вот предыдущие, которые мы пиво пробовали, они все были все-таки более оригинальны. А здесь пивная база как чувствуется. Это самое пивное пиво. Для многих любое пиво на газешной базе, в которое добавили там томат или еще что-то, и оно вот не жидкое, фильтрованное, как у Салданса, оно уже не имеет пивной базы. Для меня оно тоже не особо имеет пивную какую-то прям, для кого-то классическую пивную базу. Для меня это пиво, для меня все пиво, и то пиво, и то пиво с сухарями, даже с химозой. Но вот это самое интересное. Кстати, у меня сейчас начала остринка проявляться легкая. Я здесь чувствую хмель. Нет, я не чувствую. Я думаю, его там мало. Это, скорее всего, может перец острый какой-нибудь. Но пиво вкусное. Ну, по крайней мере, мне реально понравилось. Вот это, я вот сказал про те пивасы, что они для меня, ну вот то точно разовое, рыбное может быть, но вот это я бы второй раз, кстати, себе взял. Мне оно реально понравилось, вкусное прям. Оно реально, как будто ты пьешь и ешь одновременно, что ли. Но у меня пока рыбное, и вот это вот борется. Рыбное меня подкупило тем, что оно кислое по-хорошему. То есть по-правильному кислое. Ну, в рыбном яркая, реально кислотность была прикольная. Мне оно этим понравилось. Но вот это тоже хорошо, прям вкусненько. Да. Так, следующее. Слушай, это прям хочется допить все. Ну, вот последнее точно хочется допить. О, это пивоварня Бузи Китчен. Это бывшая жена, владелец, бывшая жена, короче, чувака из пивоварни Кулинар. У них там были семейные конфликты, которые они в интернет выложили. То есть там Санта-Барбара такая. Да-да-да, Санта-Барбара. И сегодня обзор странного пива. И почему это странно? Это пастырь Саурель, но он как бы томатный, с облепихой, миндалем, миндальной пастой и малиной. Но я это пиво уже пил. Поэтому я подожду сначала, пока ты про это пью выскажешься, а потом попью сам. Ну, пастырь Саурель, по идее, он должен надавать чем-то, какой-то выпечкой, кондитеркой. Алкоголь 6,9, и этикетка, кстати, отвратительная. С миндалем, наверное, будет отдавать? Ну, этикетка прям, не знаю, стрёмная, как по мне. Ну, странная. Ну, оно, во-первых, ещё ужасно, потому что оно на полке же стоит или вот так ты видишь как-то, или надо вот так ставить. Слишком широко напечатали. Слёзы. Слёзы кулинара. Ну, типа кулинара. Название тоже там не очень. Выглядит как предыдущее пиво. Ну, ладно, нет, всё-таки не будет что-то со специями. Не, ну, слушай, вот, как я тебе говорил. Кстати, грязный бокал. Да, ладно. Хотя я все мыл. Миндалемый действительно очень сильно пахнет, и поэтому похоже на уточку. Это похоже на макароны. Бас запаха. А ты чувствуешь облепиху и малину? Облепиху и малину не чувствую. А томат? А ты чувствуешь что-то кроме миндаля? Вообще нет, нет. Ну, типа, может быть какая-то немножко ванилька, которой здесь, наверное, нет. Который, скорее всего, ароматизатор. Да, скорее всего. Мне кажется, сюда аромки немножко бахнули. Хотя, может, это миндальная мука так пахнет. Слушай, на вкусе теслинка есть. Малину я, наверное, чуть-чуть чувствую. Ну, вот я сейчас понимаю. Облепиху не знаю. Вот на послевкусии, на глубоком, малины есть. Ну, и то, если, мне кажется, она чувствуется, если прочитать, что она тут есть. Даже, ну, скорее, да. Даже не малина, а малиновое варенье именно. Короче, мне это, знаешь, ну, я вот, когда, помню, шорт снимал, мне это напомнило черный русский почему-то, потому что он с миндалем. Ты пил, ну, наверное, надеюсь, ты пил когда-нибудь черный русский? Нет. Ну, нет? Нет. Ну, черный русский вообще он похож на, типа, виск, ну, что-то смешанное с колой, но с миндалем. Вот что надо было сегодня обозревать. Ягуары и так далее. Я, если честно, я вот всякие ягуары и так далее пил только в рамках обзора. В жизни не пил. Ну, у нас еще есть время? А, ну, у тебя... Нет, 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 я думаю, два обзора, нам еще из того, что-то мы из первого обзора допьем. Нет, к тому, что я четыре дня здесь буду, поэтому... Ну, короче, если честно, как-то для меня очень среднее прям. Оно еще стоит около 400 рублей. Это дохера, конечно. Ну, 360 плюс. И, ну, тут вообще нет баланса. Томат вообще не чувствуется, от слова, совсем. Ну, опять же, если бы я не читал, что в составе, я бы, наверное, разочарован не был. Но после прочтения состава я, действительно, я облепиху абсолютно не чувствую. Вот я вот второй раз пью, легкая малинка есть. И томатное пиро я тоже вообще не чувствую. Тут слишком много миндаля, он все забил прям. Тут нет баланса в этом пиве. Тут нет томата облепихи, нет вообще. Ну, здесь не зря на кулинар намекают, потому что, ну, здесь запах выпечки, да. Нет, я, кстати, говорю, что пивоварню кулинара вообще-то надо переименовать в пивоварню кондитер. А, ну. Пивоварню кулинара надо переименовать в кондитер. Бузикичу надо переименовать в пивоварню кулинарка или кулинарша. Пивоварню хоп-хэд надо переименовать как раз-таки в кулинар, потому что у них одни в основном супы. А вот заговор можно переименовать в пивоварню хоп-хэд, потому что у них много сортов с мерем. Оно вкусненькое. По вкусу-то неплохо Реально, вкусненько, но Обещанного нет Обещанного нет, ну и дорого, кстати Хотя пиво кулинар еще дороже стоит Слушай, а сколько у вас заговор стоит? Смотря какой Я сегодня за 300, не знаю, 60-80 Взял, я в телегу кидал фотку Короче, свеженький какой-то Октябрьский заговор Дороже 400 у нас все стоит Я вот такой вот заговор Попыл сегодня за 380 где-то Калипсо-галакси Это новый Это Нью-Ингланд Странные всякие хмеля Ну это Ревако точно Новозеландский Скорее всего все новозеландские Галакси только не помню какой Наверное тоже Австралия Новой Зеландии Но Галакси очень вкусный Кстати, Галакси-хмель Короче, вкусно Легко, хорошо заходит оно Там, по-моему, два лишних Названия Если бы это было Это был пастырь Саурель Миндаль Малина Я бы такой Наверное, да Но не вау Все равно Я пил пастырьки И повкуснее Ну слушай, а с другой стороны Мы-то с тобой читаем Что входит в состав Алю-то им читают Наверное Такая разница Тут-то написано Все равно Не, многие пишут Я, кстати, единственное Не люблю Видишь, вот эти вот Все названия по-английски Потому что вот это Себактерн Это прям Элман Пилтс Чего нельзя по-русски написать Как бы Ну вот тут бургер написано По-русски Хрен знает, что туда входит Тоже Вот это Фиш-го-зэ Ну вот это, кстати, еще более ужасное Потому что вот этот вот список Читать про Веджитабл Брайн Типа Маринованные овощи Фиш-боуф Брос Провинциальный какой-то Хербс Слушай, это вообще Странная тема В целом То есть это О, атмосфера По заказу Пьяная кухня Нет, они просто На пивоварной атмосфере Варятся, а не контрактники У Бузикича нет Своих мощностей Они что-то варят Это пиво варили на атмосфере Что-то я знаю Они варят на На Ганзе В Краснодаре А у меня всегда Возникает вопрос А когда варят По контракту Какой-то крафт, да? Угу Те люди, которые Заказывают Это их рецептура Или они просто говорят А сварите нам Есть разные варианты Ты можешь Условно Сам прийти Весь процесс Сам делать Есть варианты Когда ты Условно Не знаю У тебя заведение Для которого Надо заказать пиво Просто говорят Сварите мне там Пилснер Еще что-то Те сварят Все Ну Пилснер Понятно Когда такие Вот Молее сложные Можно попросить И такое Сварить Типа Условно Там Никита Берварий Когда варил пиво Сливняк Он просто Вроде как Пивоварни Варятся В основном Ну или на триггере Еще Иногда на райзенмуне Короче Он просто дал Условно ТЗ Примерно Что надо сварить Он сказал Правда Мне не понравилось Что они сварили Но сливняк Реально был Сливняком Кстати Это хочется пить Оно неплохое Но прям Не знаю Я бы это Второй раз Не купил Не на обзор Прям Вот сейчас Я пью Второй раз И понимаю Я бургер Второй раз Купил Рыбное Купил Второй раз Даже Это нет Но оно Сейчас постояло Немножко Знаешь Это На какую-то Газировку Похоже Да Кстати Сейчас Есть всякие Появляются Потихоньку Газировки Энергетики Со вкусами Выпечки Например Есть энергетик Торнадо Со вкусом Лимонного Пирога Ты пьешь Пастри Саурели Многие Так же Пахнут И такой Думаешь И зачем Не покупать Его за 400 Если куплю себе Это Выпью И потом Балочкой 9 Ужурусь Слушай Мне из лимонадов Нравится То что Крафтовики Варят Опять же Я Свою старую Тему Буду Задвигать Мне нравится Саботаж То есть Я не пил Крафтовые Лимонады Вообще Из-за Астровица Лапочку Делают Вроде Как Еще Кто-то Что-то Делают Ну Астровица Мне Не совсем Нравится То что Они делают У нас Много Астровица Продаются Разные В плане Лимонадов Или И пива И пива И лимонадов Ну Недалеко Больше всего Нравится Джипси Квин Цыганская Короля Ну У них Все Для них Джипси Лимонады Может быть Я вроде Слышал Но Я не видел А что У них Пацаны У крафтовых Лимонадов Они В основном В ресторанах В заведениях Продаются Или нет В магазах Крафтовые Или Чем Пацан Я Честно Говоря Не помню Ну Типа Вот Честно Боюсь Соврать Вот Прям Не Помню Дорого Дорого То есть Рублей Ну 140 точно За 0,3 Или 0,5 0,5 Ну Банк Ну 0,5 Скорее всего Ну Не дешево Как полторашка Двушка Колы Ну Это вкусно Не Ну Возможно Не Ну Домой бы Я себе не взял Условно За 200 рублей В заведении Я бы взял Наверное Ну Это интереснее Просто попробовать Ну Я верю Потому что У них Все таки Больше Есть Это же Как и Крафтовое Пиво Наверное У них Есть Большая Вариация По вкусу Ну Ладно У нас там Два пива Осталось Я уже знаю Что это Наконец Тогда Второе Пиво Это тоже Бузи Китчен Будет Но Совместно С пивоварней Лето Брю Это у нас Пастри Саурель Ну Это Видимо Мороженое Все таки Гуава Киви Орехи Ну Потому что Мороженое Нарисовано Или Коктейль Не Скорее Мороженое Потому что Кто будет Целое Киви Класть В Коктейль Правда Они Указали Нац Нац Это В целом Орехи Или Имеется Ввиду Фундук Который Лесной Короче Не знаю Что по составу Да Кстати Видно Сразу Нац Оно Много Значения Может Это С яйцами Ну Да Видно Другая Пивоварня Сразу Сзади Другой Дизайн Оформления Совсем А Гензинская А На Ганди Варили Что В Питере Ладно Да На лето Брю Варили Я что-то Туплю Мороженое Я вот Похоже Кстати Оно Свежее 9 Октября Новиночка И очень Страно Что без Честного Знака Должно Быть Уже С честным Знаком Как это Все Балтика Кстати Без Честного Знака Бутылки С честным Знаком Точно Идут Короче Ладно Хер С ним Не буду Тут душнить Стала Вода Ячменный Пшеничный Пюре Гуавы Киви Пряноароматическое Сырьевское Похорекел Лактоза Хмельепродукты Корица Дрожжи Алкоголь Пять с половиной Слушай Я с мороженым Пробовал Только от Коникса Шоколадная Ну это стал Портер Да Вот эти Хрен знает Они портеры Что ли У них там портеры Которые там мороженое Нарисовано Мороженое Нарисовано Там портеры И стал Это все-таки Пастри Саурель Что-то оно Было Такое Своеобразное Орехом Пахнет ярко Я тут Опять за орехом Я ничего не чувствую Я чувствую Я чувствую Здесь ячмень Не знаю По составу Да не Я думаю Тут ячмень Я думаю Вряд ли Ячменно 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 На втором месте Кстати Солод Я думаю Это орех Причем Блин Я не знаю Ну вот смотри Опять же Пере гуавы Хорошо Я не знаю Как пахнет Гуава Вот так Прямо Сходу Чтобы сказать Пере киви Не чувствую А киви Кстати Вообще В целом Он очень редко Чувствуется Чтобы киви Почувствовалось Должен быть Просто саур Чисто С киви Или газешка Пряно Ароматическое Сырье Орехи Есть Нет Кстати Подожди Там Гуава Киви Еще Что-то А ну Гуава Киви Орехи Я не понимаю Как и орехи Нарисованы Просто Ну здесь Типа Ну-ка Дай-ка Я сейчас Раз это Такое пиво Там 100 пудов Должно быть У него Описание В Антапте Просто Что-то Знакомое Но Будто Смесь На арахис Больше Похоже Для меня В плане Орехов Поинтересуемся Сейчас У Антапта Айс Крим А кстати Это Когда я смотрел Американский фильм Меня всегда Удивлял Один момент Когда Кто-нибудь Грустит А другой Уходит в магазин Он говорит Тебе что-нибудь взять Ведро мороженого Едет Не просто мороженого А обязательно Фисташкового мороженого И я такой Думал А почему Они фисташковое мороженое Заказывают Потому что Все фисташковое Которое я пробовал Оно было Во-первых Со вкусом миндаля Даже не со вкусом миндаля А со вкусом Абрикосовых Вот этих вот Косточки Сломаешь Да Не ну Какой-нибудь У чистой линии Вроде вкусное Фисташковое мороженое Все равно Но это не фисташковое То есть у него Вкуса фисташек Нет абсолютно Ну да Я ел фисташки Только соленые Я обычно Не соленые фисташки Не ел Ну и типа Когда ты оказываешься Потом В Италии И заказываешь себе Какое-нибудь Джилата фисташковое Да Ну джилата Это мороженое По-толевски Вот там Ты понимаешь За что люди Любят фисташковое мороженое Оно охренительно вкусное Это просто фантастика И вот здесь Примерно то же самое То есть здесь Ты ожидаешь Какого-то мороженого Только там написано Что это Да Заявлено здесь у нас И гуава И киви И киви Которых вообще Не чувствуется А по вкусу Ты получаешь Ну Что-то ореховое Очень Ну что-то Короче кислая база С орехами Вообще Ни киви Ни гуава Не чувствуется Кстати знаешь что Они взяли два фрукта Которые оба Не яркие Они убиваются Вот так Обычно Чистый кисляк Киви У него Яркий кислый вкус Но у него Легкая вкуса Ароматика И если ты добавляешь киви Другой фрукт Он его забивает Они взяли один яркий фрукт Они взяли не яркую гуаву И забили их просто Вот так Ярким орехом Это пиво пахнет орехом Оно на вкус Как орех Оно еще вяжет В конце Вот этой вот Ореховой Ну вот кожицы От ореха Кстати написано Лесной орех Вроде как Я так понял Все-таки Короче говоря К чему я заварил О мороженом Это примерно Такое же разочарование То есть Ты прочитал Что это такое Ты в предвкушении Это открываешь Наливаешь Пробуешь И в итоге получаешь Ну Что-то гораздо Более слабое Чем-то ожидал Я вот пока Два пива От Бузи Кичин пил Вообще Нац Это просто Типа орехи Ну хз Не знаю Ну это же Хазел нац Написано Нет Нет Просто нац Нет Здесь нац А в составе Просто Орехи Слушай А где я хазел нац Видел Не знаю Может где-то указано Может по-английски Не я и в Антапте читал В Антапте тоже нет А может в Антапте Это написано было Не-не-не-не Там вроде тоже Не было про орехи Просто А нет Ну вот видишь Что типа во вкусе Они сами указали Хазел нац Значит типа лесной орех Да Ну Он похож на лесной орех Да Но я не знаю Это пиво Оно не Тут что в этом пиве Нет баланса Ну корица Ну корицу Они всегда добавляют Для Вот в этой Выпечки Бывает составляющая Но она Тут корица яркая Орехи забили Корицу Просто бля Лютый забив Произошел В общем В целом Это не отвратительно Но это разочарование Это вкусно Но грушно От ожиданий Я думал Что это будет по-другому Ну и это не мороженое Точно Это не мороженое Очень много ореха Им надо было бахнуть Больше не знаю Лактоза Еще чего Чтобы создать Вот этот вот Сливочный вкус Я пил Пиво кстати Со вкусом Мороженого С фисташками У Ковина Оно было вкусным Даже у Берлинга Было пиво со вкусом Фисташкового мороженого Оно было химозное Но оно было Оно больше напоминало Мороженое Это вообще ни капли Не напоминает Это напоминает Не знаю Ореховую жижу Вот типа не знаю Я больше ничего не могу сказать Ореховая жижа Ну кстати У нее цвет еще Я не знаю Ну и в сравнении С предыдущими сортами Здесь такое Клазус впечатления Что просто взяли Какую-то Ну типа Пасту Разбавили ее Пивом Даже не пивом А просто Просто орехи Накидали на кислую базу И все Короче да Что-то такое Жиденькое Разбавленное Непонятно Это база Нет Чистое У нас все равно Последнее пиво Тут не будет 11 У нас 6 А у нас сегодня Три пива от Бернинга А нет Два Сколько раз Это Пять с половиной Или шесть Пять с половиной Короче Пиво от Бернинга Которое многим понравилось Типа Ну забавной этикеточкой В плане В виде детского рисунка И это типа Томатный гоза С бананом и чили А почему тогда Девочка нарисована С горящим Анусом Да Ну Не знаю Если перца нет Тут кстати Вроде кто-то говорил Что Не знаю Вот именно про это пиво Но Были уже эксперименты В плане этикеток Что Дизайн рисовали Просто реально Дети Дочка Сыну Короче Дети пивоваров И так далее Рисовали этикетки Для пива Такое же было Тут не знаю Возможно Ну я думаю Дети пивоваров Очень суровые Судя по этой картинке Но тут скорее всего Учитывая огонь из жопы Мне кажется Это реально дизайнер Постарался Какой-то все-таки Не думаю Я что это сделал Ребенок Ну понятно Вода Солод Ячменный Пшеничный Пюре Банана Томатный Соус Концентрированный Сок Банана Смесь Специй Кмели Продукты Дрожжи Алкоголь 5,5 Да у них у всех 5,5 Алкоголь Плотность 14 Оно Оно не гашенуло Но тут просто Подверг Налит Может быть Это ребенок Хейтера Рисовал То есть Никита Бирваря Просто он не любит Бернинг Это пахнет первым пивом Оно пахнет специями Томатом Оно пахнет Каким-то рассолом Из-под помидоров Типа Вот чем-то таким Но банан Не чувствуется Вообще Если знаешь Если ты прочитал Что здесь банан Он здесь угадывается Конечно Ну очень Где-то вдалеке Прям не знаю Я банан здесь не чувствую Больше чувствуется Реально Острота Уксус И помидоры Да Вот три составляющих Которые в этом пиве есть Но оно такое Пюрешное Достаточно Кстати И текстура У него такая Очень медикая А вот на вкус Банан прям Оно сладкое Банановое Оно пахнет Кислоуксусно Банан Банан и помидор А вот на вкус Банан и помидор Ну да реально И острое еще Оно острое Ну не очень Супер острое Оно заметно Томатный соус Ну да Блин это забавно Но сказать что это вкусно Я не могу пока что Не в плане Это не вкусно Это очень своеобразно Потому что тут Запах один Вкус другой Но что то Что то вроде прикольно А мне больше всего смущает Текстура Ну банан Потому что пюреха банановая Она же густая Банан в целом Штука такая Сувабельная Ладно Блин Оно пахнет Реально томатно Ну помидоры Какие то Консервированные С перцем А на вкус Банан Сладковатая Кисленькая Ну это неплохо Вот это Вот это более интересно Чем это Тут как бы Орехи Орехи А тут Это бернинг Ну они сделали Шизу Но оно прикольное Оно потому что Пахнет по одному На вкус Совершенно другое Ну острое кстати И на вкус И на запах Оно острое сильно То есть потеть Я еще не начал Но это очень Но на выходе Возможно будет вот так Как и нарисовано Здесь Не вот это кстати Блин реально Прикольно Главное чтобы Не с такой же Скоростью Как нарисовано Да Мне понравилось Ну как эксперимент Понятно это не постоянное Пиво Это реально Купить по приколу Но например Никита Бервария Часто жалуется Что у него Бернинг гашит Прям И не так как у нас То пиво гашило Прям чуть-чуть Заливает все Он говорил им Как-то типа С вас новые штаны Они в итоге По приколу Просто на одном пиве Нарисовали Типа штаны для Никиты Но у нас не одну Это тоже по факту Бернинг У нас ничего не гашило И не расстроило Мне кажется Здесь нужно принимать Во внимание О кислую физиономию Никиты Там любое пиво Гашить будет Пиво расстраивается Ну нет Мне понравилось Ну в плане Мне это пиво Понравилось Опять в плане Разового Хотя хрен его знает Такое Я верю Что есть люди Которым это понравится Настолько Что они второй раз Купят Ну а смотри Допустим Если взять Какое-нибудь То же самое Бельгийское пиво Как пиво Которое Очень сильно В сторону уходит От классики У меня есть Такой опыт То есть Ты пьешь Бельгийское Одно Второе Третье Пятое Десятое Понятно Что уже после Пятого Наверное Как бы Становится Не сильно Понятно Что ты там пьешь Но оно не для потребления В количестве Просто многое Когда у тебя Да Заканчивается Бельгия Какая-то дорогая Ты заглядываешь В холодильник У тебя там стоит Атомная прачечная Ты ее достаешь Это такой глоток Свежего воздуха Просто Хотя Бельгия Классная Я думал Ты скажешь Гульбарная Какой-нибудь Не знаю Атомная прачечная Другая Она тоже Ее и много Не выпить Она все-таки Горькая Не как Ну блин Чего можно Много бельгийского Выпить Ну как там Типа брюн Его можно Несколько банок Выпить Блонд Я не люблю Блонд Как стиль Но блонд Я тоже Я не знаю Ну есть люди Которые любят Блонд 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 же вообще Это стиль пива Который создавался Чтобы конкурировать С Пилснером Который в свое время Стал дико популярным Но я его много Не выпью Он все-таки Фенольный У него Вот эта вот Ароматика яркая Он более крепкий Фландрица Ну я литр выпью Больше нет Ну он очень вкусный Один из моих Любимых стилей Но Ну очень Ну какой Дюшес Да Ну дюшес Роденбах Классик какой-нибудь Что-нибудь такое Ищу человека Ну блин Роденбах Я тебе говорю Для меня Для человека Который вырос в Башкирии Вот у Роденбаха У него вкус Кумыса Блин Я не могу от этого Избавиться От этой ассоциации Поэтому я С большим трудом Роденбах пью А там наверное Везде просто Лактобактерии Есть и все Поэтому оно и похоже Ну Мне больше дюшес Нравится Потому что Дюшес кстати Наоборот Он более кислотный Роденбах Для меня чуть больше Фруктовый Ну именно Гранд Крю Имею ввиду Ну вот Меня удивило Шапо Я вот недавно Пробовал Не пил ни разу Остро Это Похоже Очень сильно На дюшес Ну если сравнить Вообще В принципе Сбельки Есть другой Это же бедиское пиво Очень сильно Похоже на дюшес Но есть Хмель Во вкусе Он явно Ощущается И это прикольно Это если брать Именно Чистый Такой Вот это вот Шапо Но все остальное Это вот прям Реально Шапо У них много Вкусов есть Это прям шляпы Я не помню Как они выглядят Этикетка Ладно Потом глянем Покажу То есть У них есть Много разных вкусов Есть вишня Но это не крик Это просто У них вишня Я скорее всего понял Что это запит Там персик вроде есть Малина Малина Персик Я скорее всего понял Ананас Это такое Там 3,5 градуса То есть Оригинальное Там больше 4 Типа 4,5 Но Это прям Шапо По полной программе Это отвратительно Фландриц Фландриц Саля дюше Сарденбах Интересно очень Интересно Я говорю Меня смущает Здесь только Текстура Немножечка Но Не настолько смущает Чтобы это стало плохо Это интересно Ну возьми банан В блендере Сделай Он же будет густой Да Скорее всего Здесь из-за этого В целом Это хорошо И если подводить итог Вообще По всему этому пиву Которое мы сегодня Попробовали Я бы наверное Вот Кто он Бузетичен Это самые слабые Позиции Особенно Здесь прямо Ну опять же Слабые Почему Да нет Вот эта вот позиция Которая у нас Айскрим Она слабая Объективно То есть Ну она просто Максимально Небалансная Просто Максимально небалансная Ну и в целом Она какая-то Я говорю У меня складывается впечатление Как будто бы Это было Это вообще летобрю По идее Значит Все-таки Ну похер Как будто Было какое-то пюре И его разбавили Даже не пьем А водой Ну и типа Ты его пьешь Оно даже Как есть Суспензия А есть Что еще Не знаю Раствор Подожди Эмульсия Есть эмульсия Есть суспензия Вот это вот Нахер Суспензия Мне это Не очень В целом В целом Я бы Ну я это допью По сути Да Плеваться от этого Не буду Но такое Ну вот эти два Я точно бы второй раз Сомнение Да Вот это Повкуснее Оно повкуснее Оно не совпадает С ожиданиями Совсем Его выпить можно И получить больше удовольствия Чем от этого А все остальное Оно хорошо Больше мне понравилось Вот это вот Первое Рыбное Единственное Я лисички выделил бы Ну в плане того Что это на один Прям раз Вот эти три Я бы второй раз купил Даже вот эта Которая сомнительная Но Блин Оно такое прикольное Вот эти вот два Мне прям понравились Да мне и бургер понравился Бургер тоже неплохо Бургер тоже вкусный Нет Вот эти все четыре Они все вкусные Вот эти два Я бы Посоветовал Сегодня у нас Бернинг Брюери Выиграла Бузи Киченс Лето Брю Ну учитывая Кстати Если брать Брюфикшн Кстати Брюфикшн Это единственное пиво Пивоварня Которое у меня Взрывалось Прямо дома У меня там В комнате Холодос пивной У меня раньше В другом месте Стоял У меня было их пиво Это был смузи Какой-то Я короче Купил в один день Это пиво Потом работал Дома удаленно И слышу У себя такой хлопок Наверное Чего-то у соседей Слышу капли У меня пиво В холодильнике Рвануло И течь начало Просто ужас какой-то У меня пиво Конечно не взрывалось Но Было заражено Наверное Просто Ну ладно В принципе На самом деле Было интересно Я думал Почти все будет Калом Оказалось Нет Оказалось Реально Неплохо Больше Если говорить То за кадром Я точно Все бы допил Но не все бы С удовольствием Большим допил Так что Вот так друзья мои Такая история В принципе Ну действительно Я не знаю Что еще добавить Среди стремного пива Короче реально Ну вроде как Стремного Если сравнивать Смотри Если опять же Сравнивать с тем Что мы В предыдущем обзоре Снимали Это хорошо Но оно и стоит дороже Ну да Там максимум было 200 рублей Тут за 300 Оно стоит дороже Но здесь И какие-то хитрые сорта Там же классика была В основном Ну да Ладно Спасибо большое всем Подписывайтесь на канал Ставьте лайк Оставляйте комментарии Подписывайтесь на все Соцсети А на сегодня все До новых встреч Пока Юрий Забавич Я отчество имена Николаевич Юрий Николаевич И Антон Алексеевич Всем пока Пока